Неплановое заседание руководства регионального МЧС на повестке дня пожар в крупнейшем торговом центре Ярославля, который мог унести жизни сотен людей. Мы прошли с вами на грани той же катастрофы, что и произошла в Кемерово. Фактически сценарий развития на первоначальном этапе он повторял сценарий зимней вишни. В отличие от горевшего ТЦ в Кемерово, Ярославский оборудован по последнему слову пожарной техники, но в ведомстве сообщают, даже этот факт не спасет от гибели посетителей. Главное – своевременная эвакуация. У нас уже на третьей минуте видимость бы составила не более 20 метров, на шестой минуте видимость составляла бы не более 8 метров, а на 14-й минуте эвакуация уже самостоятельной издания торгового центра была бы невозможной. Возгорание в самом крупном торговом центре Ярославля началось на третьем этаже в зоне кинотеатра. В кафе с мороженым загорелся кулер с водой. Пожарная сигнализация сработала незамедлительно, но здесь, на фудкорте, посетители продолжали спокойно есть и пить, а дети играли на детской площадке. Сотрудники торгового центра до приезда спасателей МЧС эвакуировать людей не спешили. Во время пожара в торговом центре находилось около тысячи человек, но вместо спасения некоторым посетителям удалось даже снять полыхающий огнем кулер на камеру телефона. О происшествии в крупном ТРК заинтересовались и в правительстве региона. Губернатор Дмитрий Миронов дал распоряжение провести повторную проверку готовности торговых центров на случай пожара. Тему активно обсуждают и в социальных сетях, а между тем посетители ТЦ и сегодня переживают за свою безопасность, но от походов по магазинам не отказываются. Вот сидим ждем детей, побоялись тут одних оставить. Будут покушать, зашли, малыша покормим и все, пойдем. Съемки в общественном месте разрешены по закону, но в торговом центре появлению телекамеры явно не рады. А какое разрешение? Ну, вообще-то это в какой магазине, должно быть администрация, согласованная на съемку. От видеокомментария руководители торгового центра отказались, но прислали письменное пояснение. Возгорание было ликвидировано в течение 20 секунд силами службы охраны торгового центра. Код 1000 был отменен, все системы пожарной безопасности находились в исправном состоянии и сработали в штатном режиме, согласно пожарному алгоритму. Нарушения этого алгоритма были выявлены в Ярославском ТРК в апреле текущего года. Тогда собственник торгового центра заплатил за них штраф 150 тысяч рублей. Но на этот раз меры будут более серьезные, ведь право на ошибку может стоить жизнью десятку людей. Дарья Кост, Сергей Мазила в День Событиях.